Мой дед освобождал мир от нацизма. 9 мая он считал главным днём своей жизни. А сегодня часть западных стран отменяют и даже запрещают празднование Дня Победы, называя русских солдат захватчиками и убийцами. Что ж, это мы захватчики. Мы убийцы. В 1941 году на СССР напала не только Германия. Испанские, итальянские, румынские, венгерские, хорватские сторонники СС не просто предали свои земли, но и двинули на мои. Европа, будучи подстилкой Гитлера, легко отправляла своих детей на смерть. Впрочем, сейчас она делает то же самое, только хозяин новый. И если бы они просто пошли войной на нас, это было бы объяснимо. Но нет, Европа гибла сама, при этом облизывая нацистские сапоги. Тем же путём идёт Украина, рука об руку шедшая с нами уничтожать фашиста. Ты же знаешь, кто прекратил Вторую мировую войну. Эта моя родная советская армия выгнала войска рейха не только со своих земель. Это мы освободили Европу. Это мы производили великолепное оружие в невыносимых условиях. На заводах работали обессиленные женщины и дети, проводившие отцов и мужей на фронт. В то же время США не решались открыто выступить на чьей-либо стороне. Это против нас сражались три четверти всех войск Германии и её союзников. Это мы непрерывно наступали на врага, сократив продолжительность войны на несколько лет. Это мы победили. Мы потеряли очень многое. Погибло 43 миллиона человек. Мы потеряли 1710 городов и посёлков. Более 70 тысяч деревень. Более 6 миллиона зданий. 32 тысячи предприятий. 65 тысяч километров железных дорог. Число пропавших без вести до сих пор не установлено точно. Мы потеряли это ради победы. Нашей победы, которая дала жить и вам тоже. Мы потеряли очень многое. Но мы никогда не потеряем нашу память и нашу воинскую доблесть. И если вы будете оскорблять наш праздник и нашу славу, мы с лёгкостью покажем вам, в какие сроки можем взять Берлин сейчас. С праздником, товарищи!